Не просто плотник. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретёт её. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, 16 глава, 25-26 стихи. Мать Гены была христианкой, но сам он имел совсем другие планы на жизнь. В этом году он заканчивал среднюю школу. Учился Гена только на отлично. Способности у него были очень большие. Таких успехов, как у него, в школе не было ни у кого. Преподаватели искренне радовались за юношу и одновременно печалились от того, что вскоре талантливый ученик, окончив школу, покинет их. Они предрекали Гене блестящее будущее в науке и с большим интересом ожидали, какое направление для продолжения учёбы он выберет. Так как у молодого человека были одинаковые успехи по всем предметам. «Выбери математику», – уверенно посоветовал ему отец. «Если научишься хорошо считать и всё просчитывать, не пропадёшь. Это именно то, что нужно сейчас, в новых условиях жизни». Сам Иван Павлович, отец Гены, до высшего образования не дотянул, о чём сейчас очень сожалел. Окончив своё время восьмилетку, он вынужден был устроиться разнорабочим в строительную бригаду, так как многодетная семья, в которой он рос, жила очень бедно. Бога Иван Павлович не верил, но жене молиться и ходить на христианские собрания не воспрещал. Хотя и удивлялся, как это она, образованная женщина, могла попасться на религиозную удочку. Кроме Гены, в семье было ещё двое младших детей. Но гордостью и надеждой Ивана Павловича был его старший сын. Отец был уверен, что Гена с его способностями обязательно достигнет того положения в обществе, о котором он, Иван Павлович, только мечтал. Хотя до выпускных экзаменов в школе оставалось около двух месяцев, а до вступительных в университет ещё больше, Гена старательно и настойчиво готовился к учебным испытаниям. Учителя не переставали удивляться его усидчивости, ведь и так всё знает, а ещё сколько занимается. Все они очень любили выдающегося ученика и горделись его успехами. Наступил праздник Пасхи. В школе объявили о трёхдневных каникулах, и Гена собрался посвятить это время серьёзным занятиям по математике. По совету отца он решил поступить на математический факультет университета. В первый день праздника мать Гены, Ирина Ивановна, радостная и счастливая, собираясь в церковь, пригласила туда мужа и старшего сына. Младшие дети уже постоянно ходили с ней на собрания. Отец сразу же отказался. А Гена, смущенно глядя на празднично одетую мать, что-то пробормотал об учёбе. В ответ Ирина Ивановна погладила его по голове, как маленького, и нежно прижала к себе. Гене это было очень приятно, но одновременно внутри ему стало как-то неуютно. Если бы мать начала упрашивать его пойти на собрание, то он бы непременно отказался. Он видел, что она не осуждает его за отказ и даже не сердится. Поэтому он решил сделать маме подарок. И громко сказал, когда она уже уходила. «Мама, я сегодня позанимаюсь вдвойне, а завтра пойду с тобой на христианское собрание». Отец, читавший газету, громко хмыкнул. А мать, довольно улыбнувшись, попрощалась и вместе с младшими детьми вышла из дома. Проснувшись на следующее утро, Гена с огорчением вспомнил о своём обещании пойти в церковь. Но деваться было некуда. С сожалению, взглянув на разложенные на столе учебники, он быстро оделся в праздничный костюм и через некоторое время вместе с матерью и младшими братьями уже входил в заполненный зал молитвенного дома. Сейчас Гена и предположить не мог, что выйдет сегодня отсюда совсем другим человеком. До этого мать иногда читала ему отрывки из Библии, и он верил, что автором её является Бог. Но сам он её не читал. Не хотелось, да и некогда было. Первую проповедь о воскресении Иисуса Христа он слушал с интересом, но с недоверием. Представить себе мёртвого человека воскресшим, ожившим он не мог. Мешал его привыкший доказательством склад ума. А вот пение хора ему понравилось больше, так как он обладал ещё и музыкальными способностями. Зато из второй проповеди Гена узнал о том, что воскресшего Христа видели его ученики и ещё 500 человек. Поскольку он был уверен в том, что Библия правдивая, вдохновенная Богом книга, то свидетельство стольких людей о воскресении Христа произвело на него огромное впечатление. Гена слушал проповедника с возрастающим вниманием и напряжённо размышлял. Если Христос действительно воскрес, то значит произойдёт и всё остальное, о чём говорит проповедник. Оправдание верующих и суд над неверующими. Значит, значит я буду в аду? Гене стало страшно. Он попытался убедить себя, что никакого ада нет и быть не может, но появившаяся уже в нём вера в воскресение Христа убеждала его и в других библейских фактах. От сильного волнения его лицо стало гореть жаром. Гена немного опустил голову, чтобы скрыть от окружающих свои переживания. После второй проповеди вперёд вышли дети, в том числе и его маленькие братья, и спели песню об Иисусе Христе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Они с такой радостью исполняли её, что Гене стало совсем не по себе. Такие маленькие дети, а уже так любят Бога, а Он при всех своих выдающихся способностях до сих пор не разобрался в самом важном вопросе. Если Иисус Христос воскрес и живёт, то почему Он, Гена, не с Ним? Вдруг он почувствовал, что находится рядом с какой-то великой тайной, которую ему может открыть только сам Бог. «Господи, открой мне её!» Еле слышно прошептал юноша. Собрание уже подходило к концу, и проповедник объявил о том, что тот, кто считает себя грешником, может выйти попросить Бога о прощении и принять своё сердце Иисуса Христа. «Ты тоже грешник, но я хочу спасти тебя!» Вдруг опять услышал Гена в своём сердце тихий голос и сразу же понял, что Бог ответил ему на его просьбу о тайне. Больше у него не было никаких сомнений. Теперь его математический ум даже помог ему. «Если я знаю, что я грешник, и что воскресший Христос хочет спасти меня, нелепо откладывать решение этого вопроса», размышлял он. Затем он подумал о своём будущем. Внутри появился неприятный холодок. «А вдруг моё примирение с Богом изменит мои планы?» Забеспаковывался Гена, но потом сразу же решил, «Будь что будет, зачем мне успехи в науке, если в будущем я пойду в ад?» Он не понимал, почему его душат слёзы, но когда проповедник после общего пения опять призвал к покаянию, юноша вышел первым. Радости Ирины Ивановны не было предела. Младшие братья поздравляли Гену с важным шагом в его жизни. Только отец, узнав об этом событии, остался недоволен. Он как будто предчувствовал предстоящие перемены в жизни старшего сына. Теперь Гена не пропускал ни одного собрания в церкви, посещал также молодёжные христианские общения. Но больше всего он полюбил Слово Божье. Библия почти всегда была в его руках. Он рассказывал о Христе школьным товарищам и учителям, родственникам, соседям и попутчикам в автобусе. Рассказывал так горячо и с такой любовью, что никто не мог остаться равнодушным к его словам. Правда, Гена ещё никому не признался в том, что теперь самым большим его желанием стало проповедовать Слово Божье там, куда его пошлёт Бог. Заметив, что старший сын стал меньше заниматься математикой, а больше читать Библию, Иван Павлович однажды резко предупредил. «Ты можешь провалить вступительные экзамены». Гена немного помолчал, а затем взволнованно и тихо произнёс. «Папа, я не буду поступать в университет». От неожиданности отец выронил очки, которые как раз доставал из футляра, чтобы начать читать газету. Они упали и разбились на мелкие осколки, но Иван Павлович даже не обратил на это внимания. Разговор с отцом был долгим и трудным. Сначала он угрожал сыну тем, что вышвырнет его из дома без копейки и даже без одежды. Требовал немедленного отказа от веры в Бога. Грозил расправиться с женой, которой при этом разговоре не было дома. Но увидев, что Гена не испугался угроз и твёрдо стоит на своём, отец резко переменил тактику и стал почти умолять его, не оставляя веры всё-таки поступать в университет. «Нет, папа». Мягко, но уверенным тоном отвечал сын. «Если я всерьёз займусь наукой, у меня будет очень мало времени для общения с Богом. Пойми, я так полюбил Христа, что хочу отдать Ему всё своё время и даже всю свою жизнь». Иван Павлович некоторое время молчал, время от времени затягивая сигаретой. И, наконец, язвительно сказал. «Ты отказываешься получить образование, хорошую профессию, значит, мы должны продолжать кормить себя, пока ты определишься?» «И это всё называется отдать себя Богу?» Гена спокойно произнёс. «Нет, папа, почему же? Я намерен сразу же начать трудиться, чтобы зарабатывать своими руками на хлеб насущный, и вам с мамой помогать, и с нуждающимися делиться». Отец нервно засмеялся. «И какую же работу ты избрал? Что собираешься всех прокормить?» «Хочу попробовать стать плотником, как мой Господь Иисус Христос», радостно ответил сын. Услышав эти слова, Иван Павлович закрыл своё лицо обеими руками и горько заплакал. Он понял, что все его надежды на блестящее научное будущее его сына рухнули. Но Господь благословил юношу, сделавшего выбор в пользу Бога. Через полгода после окончания школы, окончив курсы плотников, Гена поступил на работу в большую строительную организацию. Заметив его быстро растущие профессиональные способности, скромность и аккуратность в работе, начальник намеревался поставить его бригадиром, а затем и дальше продвигать его по служебной лестнице. Но юноша твёрдо заявил, «Спасибо за доверие, но я хочу остаться рабочим. Просто плотником. И как мой Господь Иисус Христос». И он увлечённо начало рассказывать начальнику о своём Спасителе. По роду работы Гену перебрасывали с одного конца города на другой, поэтому у него были большие возможности для благовестия. Почти все, с кем он встречался, охотно слушали рассказы о воскрешенном и живущем в его сердце Иисусе Христе. Некоторые из его слушателей стали посещать церковь, другие охотно брали для чтения христианские книги. Оценив искусный труд молодого плотника на стройке, начальство несколько раз повышало ему зарплату, чтобы удержать у себя. Поэтому Гена имел возможность помогать родителям и нуждающимся. Однажды очень уставший, он возвращался после смены домой и встретился на улице со своим бывшим учителем математики. Посмотрев на рабочую одежду юноши, преподаватель грустно поприветствовал его. «Ах, Гена, Гена, как мне жаль тебя, ведь ты мог стать выдающимся ученым. Печально, что математика тебе не пригодилась, ведь сейчас ты простой плотник». Молодой христианин, приветливо улыбнувшись, ответил, «Почему же не пригодилась?» «Во время моего первого посещения церкви я смог быстро подсчитать, во что мне обойдется отказ от Бога и решить принять его условия. Ведь можно приобрести весь мир, а душе своей бессмертной повредить. Да, я отказался от славы, богатства этого мира, но приобрел истинную ценность самого Бога. Господь дал мне гораздо больше того, что может предложить этот погибающий мир. Не хотите ли и вы поменять ваши земные ценности навечные?» Глядя на сияющее лицо Гены, преподаватель задумался, а в следующее воскресенье по приглашению своего бывшего ученика посетил христианское собрание. Каково же было его изумление, когда он увидел Гену восходящим на кафедру проповедников с Библией в руках. Слушая его живую убедительную проповедь, старый учитель растерянно пробормотал, вытирая слезы. Он не просто плотник. Но, наверное, не меньше радовался за старшего сына, его отец, который две недели назад принял святое водное крещение и стал членом церкви. После покаяния у него с Геной состоялся серьезный разговор. Иван Павлович от всего сердца попросил у сына прощения за жестокие слова, сказанные ему в минуту разочарования и отчаяния. «Я раньше думала, что ты по своей глупости остался без будущего, у разбитого корыта какой-то веры. Но сейчас понимаю, что человек имеет будущее, только если он со Христом. Как хорошо, сын, что Господь помог тебе тогда устоять. Ради него отказаться от научной карьеры, стал простым плотником. Нет, не простым, а проповедующим истину». Оставить все для Господа Христа способен тот, кто во Христа влюблен. Не в исполнении правил красота, Бог ценит лишь сердечный наш поклон. Он ждет от нас недел круговорот, которые мы в суете творим, а тех минут, свободных от забот, когда в волне не предстаем пред Ним. Когда, отвергнув все свои мечты, все планы и хотения души, в смирении достигаем высоты, борясь с собой молитвенной тиши. Когда мы восхищаемся Христом, не возвышая жалкий свой успех, но перед Ним в прозрении святом безжалостно казним свой каждый грех. Когда мы, побеждая духом плоть и волю Божью возжелав, как хлеб, пьем чашу ту, что нам дает Господь, идя за Ним в огне скорбей и бед. Все остальное в жизни – суета. Бог ценит только жертвенный поклон. Оставить все на свете для Христа способен тот, кто во Христа влюблен.